Добрый вечер! Это программа Persona Grata и сегодня мы поговорим о творчестве. У нас в гостях художница Лана Лукас. Ланочка, добрый вечер и добро пожаловать в программу Persona Grata. Добрый вечер! Persona Grata означает желанная, желаемая персона, желаемый человек и мы на самом деле хотим с вами познакомиться. Поэтому давайте начнем с простого вопроса. Вот что бы вы сами рассказали о художнице Лане Лукас? Потребность творить во мне была всегда. Моя творческая деятельность началась с металла. Я брала в руки лист нержавеющей стали, выгибала из него нечто художественное. Так появились на свет металлические столики, бар. На металл я наносила краски. И тогда почувствовала, что у меня есть потребность к живописи. После металла я начала расписывать мебель. А в один прекрасный день на мое день рождения мне подарили необычный подарок – мольберт. Я его раскрыла, поставила как интерьер. И в один вечер споткнулась и подумала, а почему бы не взяться за холст? И начала рисовать, писать. С моими первыми работами были радости, но также и огорчения, потому что я увидела, что мне не хватает техники. И решила взяться. Поступила в художественную школу, начала брать частные уроки. И, к моему счастью, мне попался превосходный педагог Наталья Пелегодара. И вот уже как 10 лет я занимаюсь живописью. Американские звезды, художники, певцы, они очень любят вопрос о тех людях, которые на них повлияли. Вот спрашивают сегодня у певцов, кто на вас повлиял? Они говорят, Фрэнк Синатра, если это популярная музыка. Вот вопрос подобный вам. Кто из художников на вас повлиял? Знаете, я тяготею к сюрреализму. Вот как. Для женщин это не очень типично. Были художницы-сурреалисты. И, кстати, я их очень обожаю, люблю. Их не имена Дорфия Тяннинг, Леонор Финни, Леонор Керингтон, Вара и многие другие. Конечно, я обожаю Макс Эрнст и Сальвадор Дали. Его краски, его тонкая линия уверенная, детальная законченность картин. Именно это помогло мне научиться заканчивать, доводить свои картины до художественного завершения. О чем вы пишете? Вот темы ваших произведений. Я бы сказала, что они автобиографичны. Если вы посмотрите на мои картины, особенно это на картинах сказано о моих профитах «Хант-1», «Хант-2», от маленькой беззащитной девушки, девочки, держащей свое сердце в руках, до разъяренной женщины с топором в лесу, рубящей лес. Это все, да, я бы сказала, что это все я. А так не скажешь, что вы можете быть с топором в лесу? Вы знаете, это еще с античной культуры существовали богини Мщения, Фурии. Они находили аналогию в живописи. И эти эмоции, они присущи каждому человеку. Я вот читал о вас, и есть такое завречение, которое вам приписывают. У каждого художника должна быть своя ниша. Как вы понимаете это завречение? Кстати, у вас есть сайт lanalukas.com. Сайт очень интересный, любопытный, цветной, красочный. И музыка там такая в стиле лаунч. Когда заходишь на ваш сайт, и звучит автоматическая музыка, сразу понимаешь, что абсолютно не похожий на наш мир. Давайте к извлечению все-таки вернемся. Это, знаете, тяжелый вопрос. Это все равно, что спросить человека, каков ваш характер, нашли ли вы его. Я думаю, что художнику необходимо иметь свое лицо. В работах должно быть что-то неподражаемое, без игры на публику. То есть творчество, игра — это разные вещи, получается, по-вашему? Это разные виды творчества. А вообще какие виды творчества вас увлекают, вот кроме, скажем, сюрреализма, кроме живописи? Вы знаете, я совсем недавно познакомилась с группой музыкантов из Биллис Бэнд. И я хочу вам сказать, эти ребята, они настолько естественные, никакого притворства, они настоящие. В каком стиле музыку они играют? Они, конечно, играют там ватт. А вы любите слушать, насколько я понимаю, музыку немножко, наверное, в стиле лаунч, да, Коля, у вас, во-первых, на сайте? Это блуз, это джаз. О, так вы родственная душа мне. Часто ходите в джаз-клубы? Ну, я бы хотела чаще ходить. Вообще Нью-Йорк — это столица всего, столица музыки, джаза, столица, ну, кино нет, да, все-таки есть Голливуд, Бродвей, мюзикл, живое искусство. Вот, кстати, что вам ближе, живые выступления или вы все-таки такой техно-человек? Любите телевидение, монтаж, может быть, анимацию, мультипликацию или любите, когда живой человек перед вами на сцене выступает? Смотря как, когда. Иногда я живую музыку, живое искусство. Обожаю ходить в музеи, естественно. Вот недавно я посмотрела, и на меня произвел огромное впечатление фильм «Слайм-дог миллионер». Там одна сцена просто потрясающая, когда мальчик, закрытый в туалете, прыгает в выгребную яму, с вытянутой над головой рукой держит фотографию своего кумира, пролезает через толпу, чтобы получить автограф. Это настолько потрясающе, знаете, чтобы показать мир с этого угла, надо быть настоящим художником. Ну, это символ уже, это символично. Этот фильм, да, имеет очень много символизма. А вы представляете себе, что когда-нибудь какой-нибудь солидный большой американский телеканал сделает о вас фильм или по мотивам ваших произведений, такие случаи были в истории художественной культуры, скажем, снимет какой-то фильм, скажем, сказку. Вы знаете, когда я думаю, что когда-нибудь кто-то снимет про меня фильм, я сразу вспоминаю фильм Леонор Финни. Она одевалась в такие длинные, красивые наряды, у нее были какие-то красивые на голове головные уборы, и у нее было важное лицо, и она говорила про свое искусство, да, очень важно. И вокруг у нее было ее 18 кошек. Она обожала кошек. Вопрос не связан с кошками. Что вас вдохновляет рисовать? Как вообще правильно сказать, вы рисуете или вы пишете? Рисовать? Рисовать карандашом, писать, писать красками. А у вас акварель? Да, я пишу, у меня акварель, watercolors. Последнее время я уделила этому внимания больше всего, потому что мне как-то показалось, что это ближе ко мне, роднее. Вдохновляет меня, конечно, по-настоящему творческие люди. Просто творческие. Причем они абсолютно могут в разных видах быть своего творчества. Главное, чтобы не банально было. Самое главное, чтобы это было естественно. А вот кто из людей творческих, неординарных вас впечатлил, скажем, за последний год, два, три? Творческих, неординарных? Ну вот я вот только недавно, только что сказала, что вот музыканты из Билл из Бэнд. Настолько классные ребята, что просто впечатлили, зарядили меня такой положительной энергией. Вы любите только положительную энергию, да? Вы вообще позитивный человек? Да, думаю, что да. А судя по картинам, вы такая серьезная девушка. Серьезная, думаете, вот вы можете вдумываться в какие-то процессы, происходящие вокруг нас. Там довольно у вас есть любопытные картины. Вот мы сейчас на нашем электронном большом экране видим, смотрим ваши картины. Я думаю, что аудитория сможет понять, в чем оригинальность и нестандартность вашего мышления художественного. Кстати, Лана Лукас пришла к нам сегодня не просто так, чтобы заглянуть на огонек или выпить с нами чашку чая или кофе. Она пришла в преддверии своей большой выставки, которая откроется 19 мая. Это будет грандиозное открытие, мы так переводим, да, сочетание Grand Opening. И она 21 мая, она, выставка Ланы Лукас, будет проходить в галерее Интер-Арт в Манхэттене. Эту галерею знают очень многие из наших телезрителей, потому что там на самом деле любят русское искусство, русское и то, которое оттуда из России. И художников, которые живут в эмиграции много лет, которые пишут, ну, все равно русские люди. Вот вы можете отличить, вот посмотреть на картину и сказать, ага, это написал человек с...